Благо, если уже говорить на эту тему, нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли, хотя делаем все то, что делают даже в Китае. У нас есть места, где мы можем наблюдать людей, если они прибыли, допустим. Недавно доложили мне два случая было. Наша девушка в Италии где-то там училась, в общежитии жила с девчонкой, и наша поехала домой. И обнаружили, что у той девчонки, с которой она жила, заболела она коронавирусом, вирус этот подхватила. Молодец, она до Польши доехала, позвонила срочно в Минздрав наш, поскольку мы просигналили на весь мир, обращайтесь, если что, мы ее в страну не завозили, попросили поляков, чтобы была там несколько часов, выехали на границ, изолировав, взяли ее в инфекционку, поместили, слава богу, не подтвердилось, удивительно, не подтвердилось, что она больная. Точно так был второй случай с иранцем. Приехал сюда, температура 37,3, покраснение в горле. Ну, правда, не кашля, ничего, тоже надо, у нас есть место, давайте его понаблюдаем. Нормально к этому люди относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все. Границы, ну, закройте границы, и что? Границы были закрыты, сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое, поэтому надо на месте спокойно работать по всем направлениям. Работайте тихо и спокойно, как вы сейчас боретесь с этим несчастным коронавирусом. Начнете вопить, шуметь, ну, как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Ну, мы, конечно, этого не допустим, не вопрос. Ну, это же все пустое, люди пойдут эти лекарства, порасхватают, кто-то от этих лекарств отравится быстрее, чем от этого вируса. Поэтому надо работать спокойно, на опережение работать, но работать аккуратно, объясняя людям.